Снимать попросили только руки. Золотые, скажем, от себя. Люди тут скромные. Даже автограф не ставят на том, что ими связано. Отвлекаются ткачихи лишь на авторские эскизы. Этакая пошаговая инструкция. Сейчас к диптиху. Парные гобелены для Белого зала Дворца профсоюзов в Минске. До 4 сантиметров полотна в день. Создаются скульптурные композиции, на которые сегодня как-то больше обращают внимание. А гобелен, вот даже больной вопрос, что ткача-гобеленщицу никто нигде не выучит, пока она не поработает в коллективе, пока она не поработает с художником и пока она не создаст еще один гобелен века. Из 8 действующих ткачих 4 работали с Александром Кищенко. Рука об руку помнят те 806 километров шерстяной нити. Столько ушло на самый большой гобелен в мире. Сегодня арт-объект национального значения свернут. Уверяют, моль не проникнет. 19 метров в высоту и 14 в длину. Под такой ковер сложно отыскать стену. На вот такие великие мастаки, как Кищенко Александр Михайлович, я не сдарма назвал его великим мастаком, это с оправдой так. И он бы так само на вратце зарабил сегодня тое, что он зарабил тогда, когда на тое был державный заказ. Зараз мастакство больше декоративное, больше камерное, больше наводсалонное, больше наводрынковое. Это не значит, что нема у нас особо и творог, я не есть. Квадратный метр шпалеры от 3 до 5 тысяч долларов ниже предложили бы до спрос не тот, что раньше. Не только в Отечестве. Самый крупный заказ из последних от руководства Узбекистана. Стихийно могут объявиться россияне. Кстати, земляки Кищенко мечтают о масштабном гобелении для штаб-квартиры СНГ в столице Беларуси. Собираются внедрять опыт всемирно известных мастерских во французском Аббессоне. Организовываются экскурсии, причем не только на производство, но и туда, где сохраняют гобелены. Как раз сейчас разрабатывается новый бизнес-план развития крупнейшего в стране арт-комбината. Суперзанавес Борисовского дворца культуры очистили спустя 35 лет после того, как связали здесь же. Сегодня вместо огромного цеха эпохи гобелена, включенного в Книгу рекордов Гиннеса, небольшая мастерская. Руки такие же золотые. По ниточке, по узелку завершают праздничный фейерверк. Александр Матяс, Александр Автухов. Наши новости. Минская область.